Приветик драконятки, знаете что мы сегодня будем делать? Верно, снова донимать игроков, как интересно и необычно. Для тех кто не смотрит название и не читает обложку поясняю. Я буду тайком фоткать всяких игроков, а потом по получившимся скриншотам их же рисовать. Главное не перепутать последовательность, и все просто. Так, по каким же критериям я отбирала персонажей? Вот весь список. Ничего нет, да? Или вы здесь что-то видите? Расскажите поподробнее. Это многое говорит о моей аудитории. А еще я знаю, что 68% моих зрителям лень нажать на кнопку подписки. Я как абсолютно стандартный ютубер ни на что не намекаю. Я просто проверю. Я считаю, что для ментального здоровья стоит заходить в эту игру хотя бы раз в полгода. Для улучшения или ухудшения решать уже вам. Знаете, зачем я взяла этого персонажа? Если честно, я сама не знаю. Я же фоткала всех подряд, что за глупые вопросы. Но посмотрите на него, он же серый. И нет, это не внезапный расизм. Просто с этим серым цветом и текстурой драконов в этой игре он похож на статую. А я обожаю статуи и считаю, что персонажи статуи недооценены. Только представьте, как весело рулить за статую. А еще не будьте такими, как я. Думайте о своем будущем. Я решила, что потирать скетчи будет быстрее, чем просто рисовать лайн. Это неправда. Пытаться привести в нормальный вид скетч и покрасить его является каким-то подвидом мазохизма. Кстати, раз уж мы затрагиваем игру по Дэйс, я записывала ролик по ней, но с файлами. Проблемы возникли, плюс уже сделано это видео. Так что выкладывать другое по этой игре я не буду. Вот так считай этого разговора не было. Я летела через всю карту, чтобы заскринить этого игрока. Я радовалась, когда поймала его в такой позе. Но потом оказалось, что он стоял в офика. В отместку за это, за то, что не оправдал моих ожиданий, я нарисовала его спящим. Чтобы жизнь медом не казалась. Я узнала, что в этой игре существует свободная камера. Это буквально, когда ты можешь исчезнуть и посмотреть реакцию других. Ну, мечта. Так я и встретила. Их. Я правда не знаю, кто они там друг другу. Но сначала эта сцена показалась мне романтичной. Ну, знаете, на краю скалы сидят, чё-то разговаривают. Как же здорово, когда без разрешения других я могу менять их историю. А, да. На самом деле я бы осталась смотреть за ними чуть дольше. Знаете, чувствуется безнаказанность со свободной камерой. Я могу быть везде, и никто об этом не узнает. Задумайтесь. Может, пока вы ролите за вами наблюдают. Может, я уже в ваших стенах. Вот и думайте. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и напоследок, самая лучшая картинка. Я просто обожаю её. Потому что писал этот песчаный в чат. Можно найти момент, когда он начал сходить с ума. Сначала он искал себе ролку. После стал просто ходить по серверу. В конце концов он начал подозрительно смотреть на других игроков. А потом лёг на землю. Я не знаю, встал ли он. Это берёт за душу. Показывает. Как и правда нам важно социальное окружение, как без него мы начинаем. А вообще мне кажется, что ради таких моментов и нужны подобные игры. Весело же надблюдать, как софандомцы сходят с ума. Определённо причина номер один. Вот и всё. Вывода никакого не будет. Я порисовала, смонтировала. Вы посмотрели и, надеюсь, подписались. Да, я же говорила. Ну пока не поздно, можно ещё. Давайте удачи там, что я ещё обычно говорю в конце. Пусть луны хранят вас.